Друзья, всем привет! Не обращайте внимания на мои волосы, они мокрые. Душ ходила, я еще не расчесала их. Я их сейчас не расчесываю, чтобы они были попушистые. Машина, слава богу, заводится с полоборота. Фу, у меня уже страх такой появился. Сажусь, когда что-то случается, то ты уже боишься. Вот такая же ерунда у меня с машиной. Так, слушайте, сегодня я поехала на йогу и взяла велосипед оранжевый, такой большой-то, который у меня. И я еду, и треть пути проехала, он вообще у меня не едет. Я педали давлю, он еле-еле, еле-еле. Я думаю, надо возвращаться домой, я не смогу проехать такой путь. И я опоздаю где-то на полчаса. Ну и все, еле вернулась, где пешком, где на велосипеде приезжаю. Мужу звоню, открываю, говорю, гараж. Ну, что случилось? Я говорю, так велосипед не едет. А я сзади прицепила этот матрас и вот так вот натянула резинку под низ и ее там закрепила. И у меня, кажется, эта резинка терла, заднее колесо не давало ему ехать. Он говорит, так ты чего, у тебя резинка, заднее колесо трет, поэтому он и не едет. Блин, я думаю, надо же, я даже не догадалась посмотреть. В общем, не съездила на йогу, завтра поеду на какое-то другое занятие, проверю. Схожу на все занятия и посмотрю, какое мне подходит, какое нет. Вот представляете, два занятия я уже прозевала. Но одно меня не пустили, потому что группа была занята. Сегодня я неудачный транспорт взяла, а вот завтра поеду, уже надеюсь, все получится. Все, поехала на маникюр. У меня вот, видите, отрос уже вот так вот. Раз в месяц делаю. Смотрите, идеально, нигде ничего не откололось. Сейчас сделаю красивый-прекрасивый. Мне Лена показала, какое ей сделали. О, мне так понравился. Видите, как отросло, а ногти идеальные. Вот наши девочки-то делают. Друзья, посмотрите, опять любуюсь. Маникюрчику съездила. Три часа, правда, но ничего-ничего. Ради этого можно три часа посидеть. Господи, налюбоваться не могу. Ну, посмотрите, это как идеально все. Просто идеально. Какая красота. Какие наши девочки молодцы. Так, я приехала в Икею побаловать себя. Хочу покушать тут. Мои пленки, прошу, наверное, штукнула соседнюю. Хочу тут покушать. Дешево и вкусно. Сто лет тут не была. Мимо проезжала. Думаю, заеду-ка я. В Икеи не была сто лет. Сто лет не была. Последний раз в офис смотрела себе столы, стулья. Так, мне покушать? Ладно, пройдусь немножко. Пойду на запах еды. Голодная. Как это говорят, как 33 китайца. Что-то тут, наверное, новшества какие-то. Что-то не помню, в России работает. Нет, Икея. Это магазинчик, что ли? Я поела по этой Икеи. Уже хожу полчаса. Они знаете, как сделали? На второй этаж поднимаешься. С него можно спускаться только на первый. И вот по этим стрелкам ходить, ходить. Господи. Это вообще. Блужу и блужу тут. По этой стрелке иду, иду. Конца края нету. Вот что это такое? Нам же как сделали, а? Специально, блин. Тут, что ли, можно выйти? Господи, слава богу. Кажется, выход. Господи, нет еще. Кошмар. Вот ведь как сделали, а? Чтобы что-то тут купили. Вот иду, и иду. Там кассы. Зачем мне кассы? Как в России такая же Икея? Только там спокойно можно было выйти. Так, наконец-то я попала на занятия сегодня. Слушайте, как тут классно. Я никогда что-то тут не была внутри. Не помню, там вон какой-то кабинет. Так, огромный он. Чего себе тут еще несколько этажей. Взяла купальник. И этот мужчина мне исправил мой email. И я сейчас могу записываться сама. Мне пришел email, он мне исправил. Вот здесь, говорит, будет это занятие. Где раздевалки? Так, вот здесь. Классно. Тут для детей какое классное место. Ничего себе, я даже не знала. Здорово. Друзья, тут одни бабки тоже. Пожилые очень женщины. Я думала, только в пенсионерском комьюнити. Вообще, конечно, тут и пойдешь в ресторан. Одни пожилые идут в спортзале. Вообще, как будто бы я в своем комьюнити пенсионерском. Так, у меня 71 килограмм. Ничего себе, как тут круто. Ничего себе. Эти затаранты для волос этот. Хлэр спрей. Видите, какие бабушки. Что ж ты, классно, конечно. Пусто, никого нету. Бассейн пустой, я посмотрела. Вот тут можно посидеть, кино посмотреть. Отдохнуть. Ой, после тренировочки. Очень классно. Это кавории, что ли, сжигаются. Таблица. Ред. Это так крутить, наверное, надо. Фонарить. Смотрите, часы. Колесо от велосипеда. Дизайн вот такой. Никого нету. Я тут не поняла. Я одна, что ли, буду. Уже без десяти. Да. Спасибо. 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 Ну, друзья, я сейчас была на самом тупом занятии, какое только можно придумать. Ну, для меня, вы знаете, это велосипед, и естественно, что я могу на этом велосипеде ездить целыми днями. Это будет прекрасно, не на одном месте смотреть там в этот монитор. И, короче, там еще надо было трусы одеть, ой, штаны эти, шорты специальные у меня есть, знаете, с такой прокладкой параллоновой, потому что сиденья-то узкие на этих сиденьях, ой, я себе все, короче, отдавила. И я поняла, что я больше не пойду на него, потому что я прекрасно на велосипеде езжу по городу, смотрю на красивые места, в горке поднимаюсь с горок, а тут целый час на одном месте в монитор смотреть, еще на такую тупую музыку включила. Ой, вообще ужасная, знаешь, она по ушам бьет. Я вот еду, когда на велосипеде я включаю то, что мне надо смотреть, слушать. Получаю удовольствие. Посмотрю сейчас в бассейне сколько народу.